добрый день друзья приветствую вас на моем канале давно меня здесь не было но лето знаете время отпусков сегодня хочу вам рассказать об очень известной истории сейчас в голливуде сняли фильм про эту историю возможно кто-то из вас в первый раз услышит об этом событии а возможно кто-то узнает новые детали сегодня мы поговорим о смерти mauricio gucci все правильно gucci знаменитый итальянский бренд gucci возможно кто-то из вас проходил мимо витрины бутика gucci или вам принадлежат вещи бренда gucci но этот известнейший бренд отмечен красным цветом и не модно красным оттенком а цветом крови итак начнем с истоков начнем с гучо gucci именно так называется наш первый персонаж фамилия гуччи имя гучо так в италии бывает гучо гуччи родился во флоренции 1881 году отец габриэла гуччи мать элина сантини отец гучо имел небольшую мастерскую соломенных шляпок но из-за кризиса в этом секторе он разорился гучо гуччи было юношей очень амбициозным и решил увидеть мир и уехал в париж из парижа потом уехал в лондон там работал официантом и затем устроился носильщиком в одном из самых эксклюзивных отелей лондона отель с собой эта работа изменила юношу он был окружен богатыми людьми с людьми особого класса и вкуса гуччи внимательно наблюдает за ними за тем как они одеты их стиль фасон манеры какими а сексуарами они пользуются особенно его привлекает ручная кладь сумки и чемоданы в него вырабатывается отличный вкус понимание качества и фактуры кожаных изделий через четыре года гуччи возвращается во флоренцию женится на аиде кальварели которая как раз работала и в мастерской его отца затем начинает работать в магазине кожаных изделий где он учится накапливает знания по производству и коммерции продукции участвует солдатом в первой мировой войне возвратившись продолжает работать в бутике эксклюзивных кожаных изделий и становится даже директором и в 1921 году открывает свою небольшую маленькую мастерскую по производству чемоданов изделий для путешествий а также там изготавливали седла для коней но с приходом на солини начинается нехватка сырья для производства поэтому гуччи начинает экспериментировать с другими материалами как лен конопля и джут из этих экспериментов выходят первые брендовые вещи марки гуччи и первые сумочки гуччи становится известным и признанным и открывает первый бутик в риме и милане у гуччи аиды тем временем рождаются три сына по имени альдо рудольфо и васко после второй мировой войны компании находятся в руках отца и его трех сыновей именно в этот период бренд достигает мирового признания в 1947 году выходит знаменитая бамбу бэк а в 1952 году культовые макасины или как их называют лоферы в россии открываются бутики по всему миру нью-йорке париже лондоне водится знаменитый логотип с двумя сплетенными джей бренд становится известнейшим среди знаменитостей как грейс келли мария калас аудри херберн и так далее когда гуччи гуччи умирает 1953 году дом моды остается в руках сыновей альдо и рудольфо который с успехом продолжает бизнес отца самого высокого уровня эта семейная империя достигает в 70-е годы и даже такие культовые офферы гуччи становятся экспонатом самым представительном музее современного искусства мама нью-йорке рудольфо гуччи не только работал для семейного дома моды но в молодости он также был актером под именем маурицио данкора а также он женится на актрисе сандры равель и 27 сентября 1948 года у них рождается с единственный сын маурицио когда рудольфо умер 1983 году доля отца переходит в руки маурицио и получается у управления дома гуччи стали маурицио и дядя альдо который был сыном гуччи все понятно восемьдесят третьем году до этого момента семейный бизнес процветал семья гуччи основала огромную империю с нуля но именно в этот момент на самом пике успеха застегните ремни безопасности и как на американских горках мы начнем падать вниз на всей скорости вам дела дома гуччи начинают трещать по швам и лопаться шестеренки бизнеса выходить из строя здесь начинается семейная драма междоусобная война семей гуччи и так наш второй персонаж самый главный наверное маурицио гуччи единственный отпрыск рудольфо гуччи и в 1971 году знакомится с своей будущей женой патрицией риджани знакомится на одной вечеринке и когда он ее увидел в первый раз он остался без слов патриция была очень красивая но я думаю не сколько красиво сколько она была очень эффектная и маурицио просит своего друга познакомить с той девушкой которая так похожа на элизабет тейлор через год они женятся отец маурицио рудольфо был абсолютно против этого брака и он даже не присутствовал на венчании и уехал в америку рудольфо был уверен что эта женщина патрицио риджани была с маурицио только из-за денег вы помните что рудольфо в молодости был актером и думаю именно актерская интуиция шептала ему на ухо не доверять патриции чехов сказал если в первом акте повесить пистолет на стену то в третьем акте пистолет обязательно выстрелит это закон рудольфо узнал в патриции именно этот пистолет и семейной драмы он это понял с первого момента и когда маурицио полный энтузиазма представил свою невесту рудольфо не колебай сказал все что думает о патриции ей прямо в лицо обиженная она сказала что она любит маурицио а не фамилию гучи но рудольфо помню своего отца скромного человека научившего его всему даже чему нельзя научить впрямую как изысканному вкусу и таланту распознавать людей по коже которую они носят и так маурицио ослепленной любовью женится на патриции наперекор отцу и от этой любви рождаются две дочери аллегра и алессандра отношения между патриции и маурицио как вспоминают знакомые были очень романтическими и страстными маурицио засыпал патрицию вниманием и подарками он никогда не возвращался домой без цветов или какого-то маленького подарочка он звонил и день по 10-15 раз из любой точки мира как из америки как из китая он должен был слышать патрицию каждый день и он ей покупает легендарный парусник креоль самый красивый парусник мира огромный длиной 63 метра патриция тоже любила маурицио но наверное она больше любила в одинаковой степени как его так его статус в любом случае их отношения не были ровными и здоровыми они часто ссорились много было ревности и собственничества в 1983 году отец маурицио умирает маурицио 38 лет и внезапно он наследует половину дома гуччи что меня политику внутри семейного бизнеса маурицио наследует миллиарды и миллиарды и миллиарды деньгам он наследует огромное количество недвижимости близкие люди говорили что маурицио сам не понимал сколько он унаследовал представьте реакцию патриции она поднялась на одну из самых высших ступенек социума она жена хозяина самого люксового дома мода в мире патриция женщина экстравагантных вкусов слова экономить для нее не существует она могла купить маленькую брошь за 100 тысяч долларов и одеть ее только один раз например для патриции деньги были важнейшим фактором жизни она еще живая они так и остаются и всем известна ее знаменитая фраза лучше плакать в росс-ройсе чем смеяться катайской велосипеде и суммарик кэд not by happiness this for sure but anyway is better to is better much better to have money did not wear it's better to cry in rolls-royce than to be happy in a bicycle this for sure значит отец маурицио наверное не ошибался когда советовала оставить эту женщину для рудольфа всегда была важна семья также как для его отца гучо но маурицио думает наоборот когда отец был живой он никогда не шел против семьи но после смерти отца первый серьезный шаг который он предпринимает это ослабление влияние дяди альдо брата его отца который обладал 50 процентами компании и многие увидели это изменение в маурицио кто-то считает что это произошло именно после получения наследства кто-то что маурицио хотел ввести новую экономическую политику в работе дома гучи и хотел возвратить гучи на уровень 70-х годов но для этого были нужны новые идеи маурицио хотел отстраниться от традиции семьи хотел новых дизайнеров и вести компанию в новом направлении и чтобы достичь этой цели ему надо было отстранить дядю альдо как последнее звено старых традиций гучи идти вперед одному но единственным способом осуществления этих изменений по мнению маурицио было убедить двоюродного брата паула сына альдо у которого было три процента в компании голосовать на ассамблее против отца и тем самым нейтрализовать альдо понимаете таким образом маурицио мог стать единственным президентом компании и так маурицио идет своему двоюродному брату паула объясняет ситуацию и говорит типа вроде такого если ты сделаешь это для меня то я тебя поставлю во главе одного важного проекта гучи не ясно что именно обещал маурицио но примерно было так и паула соглашается у маурицио получается отстранить альдо и после всего этого что случилось маурицио потом всегда отрицал свое некорректное поведение наоборот он заявлял что альдо прекрасно знал об этом и что это была идея альдо и альдо устал и хотел идти на пенсию но все кто знает альдо говорят в голос что это было невозможно даже сама патрица говорил одном интервью что альдо обожал свою работу жил для своего бизнеса и он бы умер бы на рабочем столе в любом случае маурицио получил то что хотел и когда наступил момент вознаграждения кузена паула он не сдержал обещание и поэтому естественно паула был очень просержен и начинается самая настоящая судебная война между братьями как они действовали маурицио со своими адвокатами каждую минимальную ошибку паула докладывал авторитетным органам тем временем паула в союзе со своим отцом альдо они потом помирились а естественно сделали коалицию против маурицио каждую ошибку маурицио тоже докладывали в авторитетные органы и в конце концов они вдвоем раскрыли что маурицио сфальсифицировал подпись отца на ценных бумагах при передаче наследства то есть 50 процентов компании после смерти отца принадлежала маурицио но он сфальсифицировал подпись отца на некоторых ценных документах будто бы они ему принадлежали еще до смерти отца таким образом маурицио сэкономил огромную сумму налогов при передаче наследства понятно да это было очень серьезное обвинение маурицио ждала тюрьма когда альдо и паула заявляют на маурицио об этом факте о фальсификации подписи также эту фальсификацию подтвердил один из сотрудников компании маурицио находился с друзьями в ресторане он видит приближающуюся полицию и что он делает просто убегает прыгать на свой мотоцикл и на всем газу уезжает в швейцарию сан-морицу для него на до сих пор у семьи гуччи принадлежит шикарная вилла и там он долгое время скрывается от итальянских органов и затем среди всего этого хаоса маурицио еще к тому же решается разводиться с женой патрицио риджани он не говорит ей об этом в глаза он посылает друга семьи отношения маурицио и патриции уже были в кризисе маурицио отдаляется от нее он устал от нее он потерял интерес к ней как вы понимаете у патриции был непростой характер волевой и капризный и как вы понимаете патриция при разводе с маурицио теряла деньги влияние и статус синьоры гуччи все те составляющие факторы которые были так важны для нее и патриция начинает ненавидеть маурицио патриция не из тех женщин которые боятся говорить и все что думают в глаза патриция начинает реагировать на заявление о разводе и начинает говорить о маурицио направо и налево очень плохо всю правду и больше она с удовольствием участвует известной телепрограмме где ее спрашивают вы уверены что маурицио виноват фальсификации подписей где она отвечает да он виноват это несмотря на то что ее свидетельство могло использоваться в расследовании против маурицио во время швейцарского изгнания маурицио тратит огромные деньги на адвокатов и судебные тяжбы конце концов его осуждают на один год тюрьмы и платить огромный штраф он подает на апелляцию и его оправдывают вуаля такой суд в италии и после отмены приговора маурицио возвращается в италию и занимает место президента дома гуччи но вражда между маурицио пауло сальдо продолжается после многих ошибочных решений маурицио в августе 1993 года был вынужден продать свою долю в семейном бизнесе компании инвескорп тем временем маурицио знакомится с другой женщиной с бывшей моделью с паулой франки которой он проводит все свое свободное время на яхте в горах на ужинах на праздниках патриция взбешена ее ненависть растет каждым днем она начинает говорить всем что она хочет увидеть маурицио мертвым патриция одержима ненавистью к маурицио это ее постоянная головная боль и в этот трудный для нее период она сближается с другой женщиной неополитанкой которые зовут пина аурема они уже были подругами пина скажем так вошла в дом и маурицио и патриции еще в 1977 году маурицио помог пине открыть бутик гуччи в неаполе скажем так пина была двойственным персонажем было очень мало информации о ней единственное что все знали что она всегда была рядом с патрицией и начинает ходить слухи слухи о том что пина ворожея гадалка или как называют в италии мага все журналы дают ей прозвище мага пина и говорили что патриция обратилась к ней для ворожбы на мужа но пина всегда отрицала и отрицает и говорила о том что у них была искренняя женская дружба и пина в интервью всегда говорит что именно патриция ходила гадалка и на ее сопровождала как подруга и наоборот что пина ничего не знает об агода об гадании не верит в это и наоборот часто критиковала патрицию за скажем вот этот интерес к артамании но это не так важно итак пина и патриция всегда вместе практически не разлей вода связь между ними была практически патологическая одна нуждалась в другой патриция скажем так находила утешение в пине потому что она не доверяла своим миланским подружкам она их называла курицам которыми находи выходила пить чай патриция находила утешение у пины в этот трудный момент и особенно в 1991 году когда у патриции нашли рак доброкачественный рак мозга который должен был быть удален и она была оперирована и также у пины дела не процветали бутика в неаполе у пины прогорел затем другой бизнес тоже и у пины было долгов на 70 миллионов итальянских лир в то время я говорю 90-х годах но несмотря на это все на все эти проблемы она оставляет неаполь чтобы быть рядом с подругой патрицией также пина говорит что когда патриция была на лечении в больнице что маурицио и он практически не посещал только два раза и от патриции ему отправляет сообщение полной ненависти и злости и с легким намеком на месть патриция ненавидит маурицио и как вы поняли что патриции непростой характер и маурицио знал об этом но он никак не мог догадываться что он должен защищаться от нее он не думал что она может представлять опасность и даже после того как узнал что она начала говорить направо и налево что она желает убить мужа представьте сцену это было на самом деле маурица входит к мяснику и спрашивает ты знаешь кого-то кто бы мог убить моего мужа 100 грамм ветчины и пожалуйста это было примерно так видимо маурица считал что все это театр и показуха и особенно не беспокоился возможно он думал что таким поведением патриция так скажем живет вот это для нее трудный период патриция была женщина эгоцентричная не сдержанная маурицио не думал о реальной опасности тем временем у пины ауремы все продолжаются большие проблемы с долгами в неаполе и она просит свою подругу патрицию одолжить ей 80 миллионов лир это сейчас как около 42 тысяч евро в начале патриция соглашается но затем меняет идею и отказывает пине пина вначале не понимает почему патриция ей отказала но так как была привязана к патриции она не желает чтобы денежный вопрос разрушил как она думала крепкую женскую дружбу и к тому же сама патриция постоянно жаловалась на маурица что он недостаточно ей посылает денег после развода маурица клал на счет патриции 120 миллионов лир это в 90-е годы это как сейчас скажем 62 тысячи евро неплохая сумма да пина думая что наверно так и есть то патриция не хватает денег у богатых свои потребности в октябре 1995 года убирает паула гучи кузен маурицу гучи умирает после длительной болезни и так не доведя концы с концами с кузеном маурица после всех длительных судебных разбирательств так как 27 марта того же года неожиданно для всех был убит маурицу гучи это случилось в милане 8 35 утра на улице via palestro 20 здание где у маурицу гучи находился офис парке здания джузеппе анарата начинает свой рабочий день каждое утро он чистит парадный вход и в этот момент он видит маурицу гучи как всегда элегантного они оба друг друга приветствуют маурицу поднимается по лестнице парадного входа в этот момент в главный вход заходит другой мужчина в костюме и держа вытянутой руке пистолет начинает стрелять в спину маурицу гучи первый выстрел попал в лопатку второй рядом третий в ногу а четвертый выстрел в момент когда маурицу начала поворачиваться и падать четвертый выстрел смертельный попал в висок затем убийца поворачивается и видит перед ним испуганного парте видимо он не ожидал его увидеть нажимает два раза на курок парте падает убийца прыгает машину которая ждала его перед зданием и уезжают на место преступления сразу приезжает скорая помощь и полиция к счастью парте джузеппе анарата остается жив киллер ему попал включиться но затем ему дали инвалидность 40 процентов бедного маурица нельзя было помочь ничем он умер сразу же на месте авторитетные органы сразу понимает что это было заказное убийство от руки профессионального убийцы который не в первый раз совершал это преступление полиция начинает расследование но поле действия было огромным так как и маурица многим перешел дорогу у него были большие долги сначала предполагает что маурица был связан с нью-йоркской мафии но полиция не может найти совершенно ничего и филиппа не не начальник криминального отделения регионовом борьбе и года в интервью говорит что он сразу предчувствовал что убийство совершено частным лицом а не мафии но расследование продолжилось безрезультатные долгие два года пока вечером 8 января 1997 года филиппа не не получает важный анонимный звонок неизвестный заявляет филиппа не не что знает кто заказал убийство гучи то организовал убийство и кто совершил убийство полицейский осведомитель габриэли карпанези так звали человека встречается этот рассказывает что некто ивана савионе парте одного дешевого иландского отеля иногда исповедуется о том что именно он был причастен к убийству маурица и даже называет имена тех кто организовал это преступление полицейские органы ставят на прослушивание телефоны подозреваемых узнают что савионе был посредником между заказчиками и убийцами и выходят такие имена как орацию чикало водитель машины в день убийства бенедетто чирало главный киллер тот кто стрелял но еще вышло что все эти три персонажа были наняты пиной аурэмой по желанию патриции риджани бывшей жены маурицию гучи и в 4 часа утра 31 января 1997 года разные подразделения полиции отправились на место проживания подозреваемых и те были все арестованы когда патриция была арестована она вышла из дома в шикарной меховой шубе шикарной меховой шапкой увешанная драгоценностями что говорит конечно об эксцентричности ее характера полиция начинает ее допрашивать и вначале она отрицает свое причастие к убийцам бывшего мужа а наоборот представляется жертвой утверждает что эта банда шантажировала ее эти криминальные элементы убили маурицию гучи так по своему желанию и затем начали вымогать из нее деньги типа мы убили твоего мужа ты этого захотела если не дашь денег то за это заплатят твои дочери такую версию патриция говорила в оправдании того что она на самом деле платила совьё не чекала и чирала и были доказательства затем она утверждала что она не может нести юридическую ответственность из-за психологической невменяемости но это было сразу же отвергнуто потом она с адвокатами цеплялась за рак мозга и последующее медицинское вмешательство говорила что это подорвало ее ментальное здоровье и она стала агрессивной но оказалось что у патриции ясное мышление еще до болезни она искала убийцу патриция провела год в тюрьме пока не начался судебный процесс и все это время она заявляла о своей невинности и то что она жертва заговором в мае 1998 года начинается судебный процесс на дриджане аурэма савьоне чикала и чиралу в начале судебных слушаний пину представляют как женщину которая негативно влияла на патрицию как ведунью запутавшую патрицию в оккультизм но пина утверждает до сих пор что она не только никогда не интересовалась магией но совершенно не верит в это пину представляет не как подругу патриции а как женщину-хищницу которая хотела заработать на слабостях патриции и выманить деньги и именно пина заказал убийство маурицио для укрепления влияния на патрицию чтобы это преступление навсегда их связала вместе и затем постоянно вымогать деньги и казалось что именно пина манипулятор всего действия но затем вышло что пина и патриция оставались подругами до самого ареста они проводили вместе время на яхте и за границей после смерти маурицио гучи если теория патриции была правда то пина сначала убила мужа патриции а затем вымогала деньги но при этом у двух женщин оставались прекраснейшие дружеские отношения скажем так вся эта теория патриции было очень странный у тебя убивают мужа до затем у тебя вымогают деньги а ты еще остаешься такой скажем так подруженькой что-то не так правда да да и патриция с ее характером не смогла бы так прогнуться и затем что савьоне что чикала что чирала подтверждали что именно патриция была главным организатором и в определенный момент она отодвинула пину и уже сама напрямую контактировала с бандой до пина нашла ей зацепку с криминальным миром но затем патриция пошла самостоятельно и затем вышло что именно патриция держала в кулаке пину манипулировала ей как хотела и затем позже на суде она называла пину своей дамой декорты типа фройлина что пину замечали только потому что она была рядом с ней без нее пина была никто что пина сделала бы для нее все что она хотела что пина была как бы ее подданной и по этой причине патриция отказала пине 80 миллионах лирах она увидела что пина находится в безвыходной ситуации и в отчаянии и решила использовать это в своих целях и как-то патриция обронила что если ты могла бы мне помочь убить маурицию то я бы тебе дала намного больше также одной из самых важных улик было конечно платежи банди которые патриция даже подстраховала нотариусом и за 10 дней до убийства маурицию она написала своем дневнике не существует криминала которого нельзя купить а в день убийства она написала слово парадейзос что обозначает рай по-гречески по окончании суда патриции риджане дали 29 лет 29 лет чикала савьоне 26 лет пине ауреме 26 лет чиралу киллеру пожизненно вы спросите почему же все таки патриция убила маурицию думаю здесь очень много причин она его убила из огромной эгоцентричности жадности корысти из-за денег из-за сохранения состояния гуччи а также мауриция собирался жениться на пауле франки но синьора гуччи могла быть только она патриция риджане и больше никто другая на данный момент все выше упомянутые осужденные персонажи получили освобождение и сейчас на свободе кроме рация чикала который умер в тюрьме к сожалению несмотря на то что патриция убила своего бывшего мужа она здравствует и продолжает жить в роскоши на деньги мужа да 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 когда она вышла из тюрьмы она унаследовала часть собственности маурицию то есть она получила право на ренту в 1 миллион евро в год от наследства маурицию который должен был платить после развода и который подтвердил суд когда она вышла из тюрьмы и сейчас дочери патриции помним да аллегра александра полностью разорвали отношения с матерью потому что именно они должны платить этот 1 миллион евро в год так как они унаследовали состояние отца после его смерти также суд заставил риджане выплатить ущерб парте джузеппе анарату 100 тысяч евро который остался инвалидом но как риджане так и дочери тянули с выплатой которая была покрыта только прошлом году после 21 года к сожалению бедный джузеппе анарата умер от ковида и не успел попользоваться законной компенсации также риджане должна компенсировать ущерб и пауле франке 692 тысячи евро и так судебная сага гучи продолжается а напоследок я вам скажу скажу особенно молодым людям что надо слушаться родителей если бы маурицио послушался бы своего отца то он бы не женился на патриции и наверное вы голливуд так бы не снял фильм об этом убийстве как раз знаете что в ноябре выходит фильм об убийстве маурицио гучи там снята как ее леди гага хотела что еще сказать что как правило в голливуде славится до красивыми актерами но он в этот раз актеры не такие красивые как настоящие персонажи потому что леди гага если патрицио риджане в молодости была похожа на элизабет тейлор то леди гага никак не похожа на элизабет тейлор также и маурицио гучи был высоким красивым мужчиной вот затем а затем особенно дядя альдо дядя альдо высокий мужчина кто его снял альпачино маленький и толстенький короче несостыковочка получается спасибо кто дослушал моё видео подписывайтесь на мой канал потому что следующее видео я готовлю по другой криминальной истории очень известный и это это стоит в этой истории задействованы очень известные итальянские персонажи которых знает весь мир спасибо до свидания